Это финальный бой. Мужчина в весовой категории до 80 килограммов. Анапчанину Олегу Токареву 19 лет. 12 из них он занимается каратэ. Ему противостоял Евгений Башко из Украины, который все отборочные бои выиграл досрочно. Но в финале анапчанин его переиграл. В Кёкошенкай учат держать такие удары, но по правилам поединков пропустившему немедленно засчитывается поражение. Сначала бой был равный, и естественно, когда я, ну, во время боя почувствовал, где его слабые места, так скажем, нашел их, и мой тренер подсказал, где они находятся, то, естественно, я уже начал понимать, что бой я выигрываю. За моей спиной моя команда, то, что на таком расстоянии я чувствую, как мои близкие, мои родные поддерживают, и, естественно, с этими чувствами я вышел и начал преодолевать. В 31-м чемпионате Европы, который прошел в Германии, приняли участие более 600 бойцов из 24 стран, в том числе специально приглашенные сборные США и Японии. В составе российской команды были 9 бойцов из клуба «Самурай». Из них семеро вернулись с медалями. Два золота, два серебра и три бронзы. Не ожидали, честно. Честное слово, мы поехали для того, чтобы просто расширить свой опыт, багаж какой-то. Не без доли везения, конечно, нам это все произошло, но я думаю, что это заслужено. Я считаю, что ребята заслужили эти победы, заслужили своими усилиями, усердными тренировками, трудолюбием, потому что дети занимаются уже очень давно, многие из них занимаются с трех лет. Так встречали триумфаторов. Среди юниоров в весовой категории до 75 килограммов за анапчанами оказался весь пьедестал. Одноклубники на время отложили дружбу и превратились в принципиальных соперников. В итоге Альберто Всепьян вырвал победу в финале на последних секундах. Я дрался с лидером категории, которым проигрывал несколько раз и выиграл благодаря удару в голову. В победе в полфинале я понимал, что вот заветная цель стать чемпионом Европы и надо сделать все, переплинуть себя, чтобы победить. Здесь учат переживать и делать выводы не только из поражений, но и из побед. Каждый рассказывал об опыте, который приобрел, участвуя в соревнованиях. Карате – это не просто борьба, но и особая философия, в основе которой дисциплина и уважение. Сын Делявера Юнусова практически здесь вырос и как спортсмен, и как личность. Во-первых, человек начал вести себя немножко поответственнее, нежели его сверстники. Это уже сказывалось даже и в классе, и на улице. А второе, у него заинтересованность в основном стала только в спорте. То есть он не курит у нас, не выпивает, как некоторые его сверстники. В клубе «Самурай» занимаются более 400 человек в Анапе, Санице-Анапской, а также Новороссийске. Сегодняшние триумфаторы вошли в историю не только клуба, но и анапского спорта. Но уже завтра им предстоит, подведя черту, работать над собой дальше. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok